сегодня мы создадим великолепный пейзажик он будет осенний красок нам надо совсем немножко желтая красная и голубая fc ну конечно и белая я рисую акриловыми красками можно рисовать куашью я беру листик и широкую кисточку покрываю небо по примерно до половины и растягиваю дело растяжку воды и небо небо от синего и зеленого белого а вода у меня будет потемнее меня скрыть у этого море и синий зеленая белая чуть потемнее перемешиваю создаю плавный переход и вот таким образом добавляем что красного в синий чтобы был такой немножко фиолетовый цвет и покрываю ровно жду когда высохнет и начинаю пейзаж подробно желтый оранжевый белый я смешиваю рисую бережок не будет берег песочного цвета осенний пейзаж травка сухая желтенькая с красненьким не такие такими движениями боковыми я создаю травку движение травы мы затем беру тоненькую кисточку и рисую березку белый цвет немножко я его подпачкаю белый белым белый синим чуть-чуть зелененьким чтобы не совсем был цвет белый где-то на фоне неба крышка силуэтом смотрятся веки веточки и небо на фоне неба рисую еще и коричневый ствол рисую тоненькой веточки каждая веточка имеет свой характер тоненько стараюсь смешиваю не черный цвета синий с красным и теперь у меня осенние листики деревьев деревьям я немножко стране которые без ствола просто листва у нас виднеется рисуем красные красно-желтые красно-синие такая темная нас под листва с одной страны и вазочками я распространяю эти листики на фоне неба и воды ну затем я перехожу другого дерева тоже красные листья красно-синие такие фиолетовым цветом получается и березка у меня с желтой листвой все деревья разные по цвету и вот сочетание желтая с белым желтая с красным надо создать мне светлое дерево желтенькая березка имеет желтую листву и вот так вот листики мазочки за мазочками близким касается листиков других деревьев так интереснее так обобщенную и строится композиция чтобы было обобщено не было раздроблено вот листики затягивают другие деревья и и пятнышки так прорабатываем листики тоненькой кисточкой я уже рисую травинки темные светлые вертикальными движениями остренькие колосочки сухой травы ну и конечно березка березка должна иметь глазки черные темно-синие почти фиолетовые основание березы темненькая ну и совсем светлые колосики это уже у нас посетил к завершению мы создаем акцент более светлый светлые колоски травки этим самым у нас вставляется изюминка такие мягкие какие-то колоски и цветочки сухие кисточкой прорабатываем вот создается красивый осенний пейзаж рисуйте со мной мы еще много чего нарисуем всего вам хорошего Валерий Курас